Вы слушаете Радио России Ульяновск. Доброе утро всем, кто нас слушает. Сегодня пятница, 19 ноября. У микрофона Алексей Сорокин. Пока одни ученые пытаются создать быстродействующее и эффективное лекарство от коронавируса, другие разрабатывают точнейшие ПЦР-тесты для выявления этого заболевания. Отличилась наша, ульяновская компания «Тестген». Ее сотрудники опробовали первый в России тест на COVID-19. Их инновационная идея позволит повысить достоверность результата теста, снизить стоимость процедуры, а также уменьшить время исследования каждой пробы. Слово директору по науке компании «Тестген», кандидату биологических наук Денису Викторову. Давайте я сначала расскажу о тестах, которые сейчас используются. Последовательность анализа состоит из двух этапов. Первый этап – это выделение нуклеиновых кислот, выделение РНК коронавируса. Суть этого этапа заключается в том, что нужно растворить все оболочки, которые защищают нуклеиновую кислоту вируса, и получить к ней доступ. И во-вторых, это очистить полученный препарат от ненужных молекул, оставить только молекулы РНК. Первый этап он занимает около одного часа, и за ним следует уже второй этап, собственно, сам ПЦР-анализ, который предназначен для выявления каких-то определенных специфических последовательностей РНК коронавируса. Так вот, мы разработали новый тип тест-систем. Мы считаем его революционным, потому что он позволяет полностью избавиться от первого этапа выделения РНК. Достигнуто это благодаря новому составу тест-системы. Этот состав позволяет, по сути, реализовать этапы лизиса прямо во время прохождения обратной транскрипции ПЦР. И ферменты, которые используются для данного анализа, они защищены от ингибирования. То есть они могут работать в присутствии, как я говорил, остальных молекул, которые раньше мешали анализу, и необходимо было от них очиститься. Благодаря этому пропускная способность лабораторий, которые будут использовать нашу Т-систему, возрастет. То есть, если раньше один цикл выполнялся за три часа, минимум это час на выделение РНК и два часа на ПЦР, то теперь мы от этого одного часа лаборатории избавляем, и цикл будет занимать два часа. Поток пациентов просто огромный, особенно сейчас, в так называемую четвертую волну. И вопрос пропускной способности лаборатории – это очень важный вопрос. Наша продукция востребована по всей России и в странах ближнего зарубежья, и даже далеко за рубежом. На какой стадии разработки сейчас находится новая Т-система? Она уже прошла этап разработки, прошла этап технических и клинических испытаний. То есть мы убедились, что в боевых условиях действительно Т-система работает, что результаты полностью на 100% сопоставляются с Т-системами, которые включают в себя этап выделения РНК. И сейчас данная разработка находится на стадии проверки документации в Росздравнадзоре. По сути, наше производство уже сейчас готово к выпуску. Просто для того, чтобы лаборатории могли эти Т-системы использовать, необходимо получить регистрационное удостоверение в Росздравнадзоре. А как начиналась работа? Тогда перед нашим отделом разработок поставили задачу за максимально короткие сроки разработать Т-систему. Это был март месяц. И вот, по сути, за один календарный месяц, за март, мы эту Т-систему в рекордно короткие сроки разработали. Наши сотрудники буквально ночевали на работе для того, чтобы в максимально короткие сроки завершить эту разработку. И нам были предоставлены все необходимые ресурсы. То есть мы все контрольные материалы, все праймеры, буферы, ферменты, которые необходимы для данной этой системы, мы максимально быстро могли закупить и получить. Уникальность разработки в том, что процедуру стало возможным проводить непосредственно с мазками из носоглотки или ротоглотки, минуя стадию выделения и очистки РНК, рибонуклеиновой кислоты, одной из трех основных макромолекул, которые содержатся в клетках всех живых организмов. Подробнее о технологии процесса рассказывает директор по науке компании «Тестген», кандидат биологических наук Денис Викторов. Синий Косин Викторович процедуры выделения нет, то он добавляется непосредственно перед этапом обратной транскрипции ПЦР. Он нужен для того, чтобы выявить возможные ингибирования и тоже позволяет понять, что эта система работает корректно. Ну, скажем так, существует метод, этот метод называется ПЦР, или если мы выявляем какие-то РНК, содержащие вирусы, такие как ковид, то это метод обратной транскрипцией ПЦР. И этот метод, он достаточно, на самом деле, универсальный, регламентированный. Компания TestGen заявила о себе еще летом, когда ее научные сотрудники разработали высокоточные экспресс-тесты на ковид-19, чувствительность которых сравнима с ПЦР-исследованием, и диагностическую панель, благодаря которой можно проводить одновременную диагностику коронавирусной инфекции, независимо от наличия новых мутаций, а также гриппов типов А и Б. Продолжит заместитель заведующего отделом разработок компании TestGen Алексей Соловьев. На самом деле у нас сейчас масса тестов, я боюсь что-то сейчас упустить, но, например, у нас есть комплекс наборов на выявление респираторных инфекций, например, есть набор на выявление SARS-CoV-2, совмещенный с выявлением гриппа А и гриппа Б, есть набор для геноцепирования SARS-CoV-2 коронавируса, для выявления штамма Дельта и Дельта Плюс, что сейчас, в принципе, очень актуально. Также есть другие наборы по выявлению инфекций, ну, если так широко, это и урогенитальные инфекции, это и выявление туберкулеза при заведении лекарственной устойчивости микобактерий к препаратам, это и в разработке наборов на ВИЧИ, на гепатиты, это и количественные форматы, и качественные форматы, и геноцепирование гепатита С. А в чем преимущество ваших разработок по выявлению вирусных заболеваний, таких как грипп или ковид? Ну, преимущество то, что, во-первых, одновременно в режиме мультиплекс в одной пробирке производится выявление и новой коронавирусной инфекции, но также еще гриппа А, гриппа Б, хотя сейчас у нас акцент сделан на выявлении SARS-CoV-2, при этом гриппа А, гриппа Б, они как бы как существовали, так и продолжают существовать, но, может быть, просто интерес пока к ним временно угас. Плюс в системе реализован интересный подход, выявление новой коронавирусной инфекции производится под умешением. Это сделано для того, чтобы, наверное, все слышали про такие проблемы, что коронавирусные штаммы мутируют, что вместо систем, эффективность, например, как Т-систем, так и вакцин к этим новым линиям, она может быть снижена, эффективно снижена. В Т-системе реализованы две мишени, таким образом, вероятность того, что обе мишени поймают какие-то мутации, она, конечно, есть, но очень низкая вероятность. А если говорить о тест-системе на гепатит С, чем она отличается? Ну, на гепатит С у нас есть две Т-системы, они сейчас проходят этап клинических испытаний уже. Есть количественный формат гепатита С и есть генотипирование гепатита С. Наверное, наиболее интересное, конечно, генотипирование. Т-система предполагает выявление шести генотипов, то есть, можно сказать, разновидностей гепатита С. И определение генотипа связано с выбором правильной терапии врачом, правильной стратегией лечения заболевания. При этом в геноме гепатита С есть определенные мишени, на которые нацелены некоторые препараты, которые используют для лечения. И в разных Т-системах, в разных производителей в качестве этих мишеней могут использоваться разные фрагменты генома гепатита С. Так вот, мы выбрали такие фрагменты, которые непосредственно связаны с выбором адекватной терапии. История осложняется тем, что бывают р-комбинантные формы, когда, например, часть генома гепатита С представлены одним генотипом, а другая часть генома – другим гепатитом. И у нас выявление именно по той части, которая, по сути, отвечает за действия препаратов. Ученые планируют запустить свою разработку в массовое производство уже в ноябре. При этом, наверняка, новыми тестами заинтересуются не только российские, но и зарубежные лаборатории. Программа государственной телерадиокомпании «Волга» «Будни». Факты, события, комментарии. Лучшая награда для педагога – успехи его учеников. Вот и Наталья Косарева, преподаватель детской школы искусств имени Балакирева, искренне радуется, когда дети берут самые высокие награды. За примерами далеко ходить не нужно. Ее подопечные регулярно становятся медалистами и призерами дельфийских игр. Труд Натальи Косаревой, кстати, был оценен на федеральном уровне. На всероссийских дельфийских играх ее коллектив получил специальный диплом. А совсем недавно она стала победителем регионального этапа общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств». Передадим ей слово. Если смотреть только на наш первый конкурс, который был региональным уровнем, то я готовилась не так долго, потому что у меня было много материала, много набросков. Все это я сделала очень быстро. Дело в том, что я постоянно участвую в этом конкурсе. Мне это очень нравится. И с удовольствием поучаствовала в этом конкурсе. Вот оказалась победителем и вошла во второй тур конкурса уже всероссийского уровня. У нас было четыре номинации. Самопрезентация, открытый урок, круглый стол и дискуссия. Нам дали вопросы за несколько буквально дней до конкурса, потому что все остальное мы уже готовили и знали. А где проходил окружной этап всероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств»? В городе Саратов, в Саратовской консерватории имени Леонида Собинова. Самое интересное для меня было это общение с интересными людьми, потому что на этом конкурсе участвовали самые лучшие педагоги, педагоги по Волжье. Все они были уникальны, все были интересны, все были творческие. Единственное, что вот плохо, что нам не хватало времени для общения. А нам это безумно хотелось. Но все равно находили время, делились опытом. Вот это для меня было там самое-самое замечательное. И еще я хочу сказать о том, что Саратовская государственная консерватория, она очень хороший нам устроила прием, радушный. Такие замечательные люди, такие замечательные организаторы. Когда мы уезжали, мы сказали много слов благодарности в их адрес, потому что настолько было все организовано и продумано. Вы даже проводили там уроки? Да, я проводила урок по предмету основы актерского мастерства. Тема моего урока была начальные слагаемые выразительности маленького актера, мимика, эмоции, жесты. Это было очень весело и интересно. Оператор сказал, что это был самый эмоциональный урок, потому что специфика такая. Детки были замечательно подготовленные, мальчиков было больше, чем девочек, что меня очень удивило. Были собранные, талантливые, способные, яркие, артистичные. А как давно вы занимаетесь творчеством? И расскажите заодно о театральном коллективе, которым вы руководите. Я вообще с самого детства занимаюсь творчеством. Потом я закончила училище культуры Самарской государственной академии культуры и искусств. По специальности я художественный руководитель любительского театрального коллектива. И занимаюсь этим делом после института сразу. Театральный коллектив «Мозаика». 31 мая мы успешно защитили звание «Народный коллектив». И с 1 января 2022 года мы уже будем официально считаться «Народным коллективом». Это наша заслуга, это наша гордость. Я вот сама очень такая яркая, очень эмоциональная, поэтому детки мои тоже такие же. И 29 лет назад такие же были, и сейчас точно такие же. Вы знаете, нужно очень-очень любить свою работу и профессию. Очень-очень-очень. И, конечно же, любить театр, так же, как люблю его я. На работе Наталью Козыреву ценят все. И ученики, и коллеги. Многие подходят к ней за советами. А она, в свою очередь, с радостью делится секретами профессионального мастерства. А поделиться есть чем. Ее педагогический стаж насчитывает аж целых 24 года. Продолжит директор детской школы искусств имени Балакирева Наталья Гудень. Я с большим удовольствием представляю вам нашего замечательного педагога Наталью Викторовну Козыреву. И это большая радость, что она с нами уже много лет работает. И очень талантливый человек сама. Она вообще сама все может, не просто так. И очень ценно то, что у Натальи Викторовны взгляд не только на детей такой добрый, а Наталья Викторовна человек, который не конфликтен. И это очень-очень важно для детей, которые у нее обучаются. И работать с коллективом детским, это не очень просто. И этот очень хороший такой запал, тот, который у Натальи Викторовны именно есть, она учит любви, когда человек очень хорошо относится к другому человеку и радуется, что рядом с ним талантливый человек находится. Они что-то такое начинают придумывать про него, потому что тот хороший, а он вот не такой. И очень хорошо, когда они ездят вместе. Тоже это большой коллектив всегда едет. Когда праздник какой-то, ну и Новый год, это вот все. Идут дети из других отделений, кстати, учиться к Наталье Викторовне. И они учатся и на том своем отделении, и приходят к Наталье Викторовне, потому что она сама очень творческий человек. Она очень талантливый, добрый и корректный человек. Это прекрасно вот все. Поэтому мы все очень рады, что Наталья Викторовна с нами работает. Впереди у Натальи Косаревой, как и у остальных преподавателей детской школы искусств имени Балакирева, непростой год. Ведь нужно готовиться к новым конкурсам, новым вызовам. Так что об этой школе искусств мы наверняка услышим еще не раз. На протяжении всей недели проходят мероприятия, приуроченные к Международному дню отказа от курения. Их цель – привлечь внимание общества к проблеме табачной зависимости, а также информирование молодежи о пагубном воздействии табака на здоровье. Не секрет, что большинство курильщиков как раз-таки впервые притрагиваются к сигаретам в юном возрасте. Именно поэтому Международный день отказа от курения призван не только повлиять на самосознание тех, кто уже подвержен никотиновой зависимости, но и уберечь молодое поколение от желания начать курить. Так в школах города и области врачи Ульяновской областной клинической наркологической больницы проводят тематические лекции о вреде табака. А для студентов даже прочли целую интерактивную лекцию с броским названием «Привычки, уносящие жизни». Подробнее расскажет врач-психиатр по обслуживанию детско-подросткового населения Ульяновской областной клинической наркологической больницы Лилия Богданова. 15 ноября у нас стартовала неделя, посвященная Международному дню отказа от курения. Проходит она следующим образом. Мы проводим лекции, кинолектории со школьниками, студентами средних учебных заведений, высших учебных заведений, семьями, находящимися в социально опасном положении, законными представителями несовершеннолетних. Также мы проводим демонстрации в виде роликов, и на этой неделе у нас будут осуществляться выходы в детские дома. Все знают о вреде курения, но тем не менее продолжают это делать. Как Вы считаете, почему люди не могут воздержаться от этой вредной привычки? Проблема в том, что курение табака приводит к зависимости. У курильщиков достаточно быстро формируется привыкание к никотину, содержащемуся в табачных листьях, что обуславливает сильную потребность закурить снова и снова. Когда человек пытается бросить курить, у него могут быть симптомы отмены, среди которых раздражительность, снижение концентрации внимания, проблемы со сном, повышенный аппетит, мощная тяга к табаку. Помимо никотина в табачном дыму обнаруживается ряд и других опасных химических веществ, таких как смолы, радиоактивный полоний, мушьяк, свинец, висмут, аммиак, органические кислоты. Случаев острого отравления этими веществами практически не наблюдается. Все это происходит в связи с тем, что в организм они поступают медленно и дозировано. Однако эти вещества приводят к постепенному ухудшению здоровья. Также многие курильщики считают, что курение сигареты с фильтром безопасно. Но это не так. Если бы поглотители или фильтры обеспечивали полную защиту от вредных веществ, то они бы поглощали никотин. В таком случае эффект от курения не ощущался бы. Курильщики легких сигарет также считают, что курение легких сигарет оказывает минимальное воздействие на организм. Вред наносимый курением любых сигарет одинаков для всех курильщиков. Существует антитабачное законодательство. Насколько оно помогает в борьбе с курением? Проводимая государством политика и модный здоровый образ жизни постепенно приводит к стойкому спаду спроса на табачное производство. Также известно, что с 2005 года в России наблюдается ежегодное сокращение объема продаж сигарет. Но и меньшее значение показателя было зафиксировано в 2014 году, после вступления в силу федерального закона номер 15 об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. Министерство здравоохранения России предполагает, что благодаря антитабачным мерам к 2035 году доля курильщиков среди взрослого населения снизится до 21%. Есть ли польза от устрашающих картинок на пачках сигарет? Знаете, люди бросают курить не сразу. Но накопительный эффект, который формируется при покупке каждой пачки сигарет, постепенно делает свое дело. Возникает воронка мышления. Неважно, о чем именно человек задумается, каких последствий от курения он для себя не хочет. Важно, что он в принципе начнет думать, что курение может вызвать какие-то негативные последствия. Это приводит к тому, что человек через год, два или три, но он либо бросит курить, либо начнет делать это реже. Однако демонстрация негативных последствий не всегда остановит начинающего курильщика, особенно подростка. Но в дальнейшем, после нескольких лет курения, он так или иначе начнет задумываться, какой вред он наносит организму. И да, я считаю, что польза от устрашающих картинок все-таки есть. Лилия Данисовна, а как Вы относитесь к тому, что молодежь 12-13 лет начинает курить? Как с этим бороться? И насколько опасно в этом возрасте привыкать к табаку? Это, наверное, одна из самых важных проблем. Стоит напомнить, что курение пагубно влияет на все органы и системы формирующегося организма. Снижается острота зрения, повышается внутриглазное давление, могут развиваться различные патологии зрения, человек быстрее утомляется, истощаются нервные волокна, возникают нарушения сна. Курение поражает также сердечную мышцу. Также курение повышает риск развития рака. В первую очередь, рак легких, гортани и ротовой полости. Кроме того, составляющие табачного дыма вместе со стельной проникают в желудок, раздражая слизистую оболочку. В результате длительного курения может развиться хроническое воспаление слизистой оболочки желудка. В дальнейшем образоваться язва. Также курение повышает риск бесплодия. В настоящее время всемирная практика по борьбе с курением использует несколько способов предотвращения распространения курения. Первый способ – это разъяснительный. Данная методика предполагает разъяснение вреда курения, последствия привычки. Основными недостатками данного метода борьбы с курением является его ограниченность воздействия на аудиторию, эпизодичность, малая убедительность в сравнении со стереотипной популяризацией курения. Популяризация у нас бывает в кино и в литературе. Второй способ – это ограничительно-запретительный. Данный способ борьбы с курением является более действенным, нежели простое разъяснение и теоретическое донесение фактов о вреде курения целевой аудитории. То есть такие законы, как продажа никотиновой продукции несовершеннолетним, запрет о курении в кафе, в ресторанах и так далее. Кстати, есть мнение, что курение помогает бороться со стрессом. Это правда или миф? Действительно, бытует мнение, что курение помогает справиться со стрессом или же успокоиться. Однако важно понимать, что такой эффект в том числе обусловлен медленным вдыханием и выдыханием, и его можно добиться без использования сигареты. Курение и стресс – вещи, одна из которых является следствием другой. Само по себе курение представляет собой мощный источник стресса для организма. Курение не только негативно влияет на здоровье человека, но и нарушает его психоэмоциональную сферу. Отказ от курения и преодоление зависимости поможет убрать один из стрессовых факторов в жизни, а также существенно снизит уровень тревожности человека. А меняются ли подходы к лечению табакокурения? Появляются новые методики? Да, конечно, подходы к лечению табакокурения меняются. Однако основным методом лечения является психотерапия. Психотерапевтическое лечение направлено на устранение патологического рефлекса к табакокурению. Уменьшение сильной тяги к сигаретам. Дополнительно к психотерапевтическим методам лечения применяется медикаментозная терапия. При комплексной терапии значительно снижается тяга курения, ослабевая симптомы обстанетного синдрома. Но не стоит забывать, что лечение табакокурения должно проводиться не только комплексно, но и индивидуально для каждого конкретного человека. Положительный результат от лечения может быть достигнут только в случае принятия человеком осознанного решения бросить курить. А насколько тяжелее курильщики переносят коронавирус? Знаете, раньше считалось, что курение может снизить содержание ангиотензин, превращающего фермента 2. То есть он является рецептором COVID-19, снижая тем самым риск заболевания. Однако более поздние исследования показали, что курение сигарет, наоборот, повышает уровень этого фермента и тем самым повышает риск развития заболевания. Хотя повышенная регуляция данного фермента может быть и полезна для защиты от острого повреждения легких, хронически это может предрасполагать людей к повышенному риску коронавирусной инфекции, которые используют этот рецептор для проникновения в эпителиальные клетки. Это может частично объяснить повышенный риск вирусной инфекции дыхательных путей у активных курильщиков и связанных с вирусом обострений у людей с хронической обструктивной болезнью легких. А как следует относиться к современным гаджетам для курения? Они вреднее сигаретам? На данный период времени по-прежнему сохраняется тренд на употребление никотиносодержащих продуктов, таких как вейп, электронная сигарета, айкос. Хочется сразу уточнить, что на самом деле все никотиносодержащие продукты, табачные или бестабачные, вредны для организма. Основными компонентами электронных сигарет, помимо никотина, являются пропиленгликоль, глицерин, ароматизирующие вещества, формальдегид. При нагревании смеси образуются опасные, в том числе канцерогенные вещества. Снижается количество клеточного дыхания. Кроме того, в электронных сигаретах никотина в разы больше, чем в обычной сигарете. Если человек самостоятельно не может бросить курить, но хочет изменить свой образ жизни, куда он может обратиться, где ему помогут? За помощью всегда можно обратиться в Ульяновскую областную клиническую наркологическую больницу. Наши больницы принимают не только наркологи, но и клинические психологи, а также психотерапевты. Запомните, нет лекарства, которые волшебным образом избавят вас от пагубной привычки. Если и использовать антиникотиновые лекарства, то только совместно с психотерапией. Выслушали интервью врача-психиатра по обслуживанию детско-подросткового населения Ульяновской областной клинической наркологической больницы Лилии Богдановой. Неподалеку от спуска Степана Разина находится удивительной красоты домик, построенный по проекту архитектора Саввы Огонь-Дагановского. И хотя повидавшее видостроение находится весьма в плачевном состоянии, тем не менее, оно может многое нам рассказать об этом человеке, Савве Огонь-Дагановском. Учитель, преподаватель, в свободное время он был увлечен архитектурой. Как частный архитектор, Савва Нилович занимался проектированием жилых и других зданий, а также экспертизой строящихся домов. Поэтому-то совсем не удивительно, что свой дом он возвел собственными руками. Да не абы какой, а настоящий терем, великолепно декорированный и вычурный. Но вот что поразительно, как оказалось, о самом Савве Огонь-Дагановском было мало что известно. До определенного момента, пока в Государственный архив Ульяновской области не поступил соответствующий запрос. Продолжит ведущий архивист Государственного архива Ульяновской области Лариса Фадеева. Каждый день в архив приходят десятки запросов от граждан с просьбами найти или подтвердить какие-то факты из жизни их предков. И каждый раз мы с трепетом приступаем к работе, ведь предстоит знакомство с историей семей неизвестных нам ранее людей. Так один запрос подтолкнул нас к изучению биографии человека, имя которого, а точнее фамилия, на слуху у старожилов и краеведов Ульяновска. Архивистам оно тоже было знакомо, но, как оказалось позже, только знакомо. В наш архив обратился житель Томской области. Работая в интернете, он увидел материал о землемере-таксаторе, архитекторе Саве Ниловиче Огонь-Дагановском, который жил в Симбирске в конце 19-го, начале 20-го века. А так как бабушка автора запроса Елена Савовна до замужества была Огонь-Дагановской и родилась в Симбирске, то он захотел узнать, кем же приходится бабушке архитектор. И мы начали свой поиск с просмотра краеведческой литературы. К большому удивлению, даже в Симбирску ульяновской энциклопедии не оказалось точной даты рождения Савы Ниловича. В интернете размещены различные заметки о нем, но все они, за исключением некоторых деталей, повторяют одно и то же содержание. Сава Нилович Огонь-Дагановский, представитель старинного дворянского рода, родился в 1863 году в Смоленской губернии. Год рождения, как правило, указывается под знаком вопроса. В Симбирск Сава Нилович приехал в начале 1880-х годов по окончании Петербургской академии художеств по классу архитектуры. Был штатным преподавателем черчения и рисования ремесленного училища графа Орлова-Давыдова преподавал в средних и низших учебных заведениях Симбирска. А как частный архитектор Сава Нилович спроектировал десятки зданий. Но вершиной его творчества всегда считался собственный дом на Волжском склоне. В краеведческих публикациях точно указывается только дата смерти Сава Ниловича 26 января 1924 года известна из некролога сохранившегося в газете «Пролетарский путь». Не установлено место, где был похоронен огонь Дагановской. По одной версии в ограде, снесенной Тихвинской церкви, по другой на духовском кладбище в Подгорье, затопленном в 1950-х. В любом случае могила не сохранилась. Как же так? Человек прожил в Симбирске-Ульяновске 42 года и о нем так мало документальных упоминаний. Исчезнет дом огонь Дагановского и о его создателе вообще забудут. Обращаемся к документам архива, к фондам учебных заведений, где преподавал Сава Нилович. Но среди сотен листов, десятков архивных дел мы нашли только один значимый документ. Он и приоткрыл одну из тайн огонь Дагановского, год его рождения. В заявлении преподавателя Сава Ниловича Огонь Дагановского поданном в Симбирский комиссариат народного просвещения рукой художника написано «Родился в 1850 году, окончил среднее учебное заведение землемером в 1874 году, окончил Академию художеств по архитектуре в 1880 году, а в 1882 году поступил на службу в Симбирское ремесленное училище графа Орлова-Давыдова». Ну и так далее. Позднее на фотографии преподавателя ремесленного училища графа Орлова-Давыдова, которая хранится в личном фонде педагога Кабанова, мы увидели Саву Ниловича. Позднее стали выявляться сведения и о его личной жизни. Мы уточнили запись о смерти его жены, 36-летней Екатерины Григорьевны, от истощения после дифтерита 20 октября 1900 года. Похоронена она на новом городском кладбище Симбирске, в настоящее время Воскресенский некрополь. Надгробный памятник сохранился. Далее обнаружились сдержанные сведения о его второй жене Александре Александровне. По окончанию частной рукодельной школы в Казани она преподавала рукоделие и ручной труд в симбирских училищах и школах. Была членом правления детского трудового убежища Костер, умерла 9 мая 1950 года. Могила не сохранилась. Информация о дочери Савы Ниловича Огонь Дагановского нам тоже открылась не сразу. Только после того, как наш архив получил документ из агентства ЗАГС Ульяновской области, мы выявили запись о рождении Елены Савовны Огонь Дагановской в мае 1898 года. Замечу, что фамилия Огонь Дагановских встречается в документах в разных вариантах написания Дагановский с буквой А и Дагановский с буквой О. Сам же Сава Нилович предпочитал подписываться как Огонь Дагановский. Два года было Елене Савовне, когда она осталась без матери. Кто занимался ее воспитанием, где она училась, пока не известно. Правнук Савы Ниловича прислал в архив копии фотографий и документов, хранившихся в их семье. И вот из них мы узнали краткую историю жизни дочери художника Елены Савовны Кузнецовой в девичестве Огонь Дагановской. Работала в архиве Советской Армии. Умерла в Москве в 1943 году. Муж военнослужащий умер в Москве еще раньше в 1928 году. Первый их ребенок Борис родился в Иркутске в 1921 году. Дочь Валентина в 1923 информации о Борисе мало. Известно, что он работал в московском зоопарке, в 1942 году был призван в Красную Армию, погиб на фронте в 1944 году. С помощью сайта «Память народа» мы узнали, что внук Сава Ниловича Огонь Дагановского Борис Михайлович Кузнецов рядовой автоматчик умер 6 ноября похоронен в городе Сегет Венгрия на городском кладбище. Знаем теперь даже номер могилы. Дочь Елены Савовны Валентина Михайловна Кузнецова во время Великой Отечественной войны была санинструктором, служила в госпиталях. После Валентина 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 архивисты Огонь Огонь Дагановских все-таки сохранится для будущих поколений ульяновцев. Напоминаем, что мы беседовали с ведущим архивистом Государственного архива Ульяновской области Ларисой Фадеевой. Вот и все на этот час. С вами был Алексей Сорокин. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин